Засыпаю сюда вот такие вот шарики, сначала вот такое количество. Следующий кусочек слайма я возьму, ну прям максимально маленький, потому что хочу сделать реально кранчи. Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами очень интересное видео. Эксперименты! Это, наверное, одна из ваших самых любимых рубрик. Мы с вами будем пытаться сделать какие-то необычные слаймы. Ну не то чтобы необычные, просто мы попытаемся сегодня сделать текстуры, такие, знаете, переборщив чего-то, сделать очень много этого слайма. Ну, к примеру, сделать кранчи слайм, а вы все знаете, что для кранчи слаймов нужно много пенопластовых шариков. Слайм у меня есть, шарики у меня тоже есть, и мы сегодня с вами сделаем два слайма, так что давайте скорее начинать. Но не забудь перед началом данного видео обязательно подписаться на мой канал, если ты до сих пор не подписан, а также активировать колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! И для первого слайма я взяла вот такой вот небольшой кусочек клейера. Решила взять в этот раз именно клейер, потому что никогда еще не делала кранчи слаймы именно на клейер основе. Вот, и сейчас мы будем с вами брать уже шарики и добавлять сюда и в этот слайм. Засыпаю сюда вот такие вот шарики, сначала вот такое количество, и перемешиваем. Честно говоря, мне кажется, что шарики, ну, такое огромное количество, будет трудно перемешать, но мы с вами попытаемся и все-таки добьемся результата. У меня возникла огромная проблема с этими шариками, конкретно вот с этими вот. Я их заказала для одного очень классного дизайна, и до этого подписчица мне дарила маленький пакетик с такими же шариками вроде бы. И я сделала с ними дизайн, просто один слайм, и с этим слаймом все получилось очень хорошо. Я заказала еще много таких шариков. И в итоге они окрашивают сам слайм, представляете, в желтый такой, знаете, как будто какая-то мутная вода, я не знаю. Такой цвет неприятный. Поэтому эти шарики мне сейчас некуда просто девать. Так, ну, конечно же, нам такого количества недостаточно. Давайте я вам покажу, как сейчас выглядит сам слайм. Видно, что в нем много шариков, и это уже считается как кранч, но это еще не тот результат, которого мы с вами ждем, поэтому продолжаем добавлять шарики. И да, я специально взяла такой большой контейнер, он на 5-6 литров. Он идеально подходит, потому что шарики никуда не высыпаются, шарики остаются в этом контейнере, и это очень удобно. Главное для таких дел взять как можно больше контейнеров, чтобы точно никуда ничего не упало. Это очень приятный процесс, особенно когда тут уже много шариков, вот такое вот количество. Это вообще шикарно просто, массаж для рук. Смотрим еще один промежуточный результат. Слайм стал еще приятнее, он очень-очень круто храстит, и его очень классно мять в руках. И уже вот это, знаете, начинает быть похожим на какой-то шариковый пластилин, только вот в шариковом пластилине используют зачастую какой-то даже не слайм, а слизь. И также в шариковом пластилине мелкие шарики, а тут у нас крупные. Ну, скажем так, это просто увеличенная версия шарикового пластилина. Хм-хм, чумпа, собственно говоря, нет. Но мы продолжаем дальше. Пока что у меня ушел только один пакет шарик. Вот он весь тут. У нас остается второй точно такой же. Как я и планировала, я собиралась оба пакетика и заосходовать. Засыплю пока что половину второго. И перемешаю, чтобы было легче это все перемешивать. Потому что если мы сейчас засунем все шарики, если бы мы просто засунули, мы бы сейчас очень долго все это перемешивали. А вот постепенно всыпать еще проще делать. Давайте посмотрим сейчас на наш слайм. Он просто невероятный. Он очень круто хрустит. Сейчас я его только лишь растягиваю, и вы уже послушайте на звуки. В этом и есть прелесть кранчи слаймов. И теперь похрустим, это просто. Ну и это еще не все. У нас осталось еще вот столько шариков. Давайте их тоже сейчас засыпем. Хотя на самом деле у меня есть еще парочку пачек таких шариков. Поэтому может быть еще парочку засыпем, не знаю. Понятно дело, что слайм увеличивается, пока мы в него шарики добавляем. И это не может, кстати, не радовать, потому что если бы мы взяли вот не такой кусок слайма, как я взяла, мы можем взять гораздо меньше, и при этом туда и шариков понадобится меньше. И слайм получится нормальный, мне кажется, нормального объема. Сейчас замешаю и вам покажу. Я замешала слайм с шариками. Получились просто, ну, невероятные объемы данного слайма. И я не планировала, что он вообще получится таким большим, потому что теперь я не знаю, куда его складывать. Но он очень красивый, согласитесь. И, кстати, по-моему, пока что шарики даже не окрасили слайм, но они это окрашивают все со временем. Я просто влюбилась в этот слайм. Ну что, ребят, давайте дальше. Ведь шарики это еще не все. У нас есть второй вариант слайма. Без шариков, а кое-что поинтереснее, как по мне. Потому что крайне слайма достаточно старая текстура, и что с ними только еще не делали. Кстати, шарики не выпадают почти. Ну, типа, есть, конечно, парочку шариков, но вообще в основном очень даже хорошо все проходит с ним. И я рада. Следующий кусочек слайма я возьму, ну, прям максимально маленький, потому что хочу сделать реально кранчи. Но при этом у меня просто есть несколько баночек, знаете чего? Крошки печенья. И, честно говоря, вот эти вот мне не нужны, потому что у меня есть другие цвета, и этим я как-то вообще уже, не знаю, месяца четыре не пользуюсь. Поэтому они у меня просто лежат, и я подумала, почему бы, собственно говоря, и нет. Никогда не добавляла слишком много крошки печенья в слайм. Ну, что ж, давайте добавлять, но, наверное, все-таки кусочек слайма можно взять вот такой вот. Да, все достаточно. Хочу сделать прям кранчи из крошки печенья. Добавляю сначала розовую. Ее тут прям полная банка, вау. Возможно, нам даже не придется тратить всю, что у меня есть. Но, честно признаться, крошка печенья, она очень приятная на ощупь, и я ее люблю. Но постоянно забываю ее добавлять в свои слаймы на продажу. А вам нравится добавка крошка печенья, вот такая вот? Ну, или, как ее еще называют, крошка шоколада. Теперь я добавлю синий, столько же, и сразу же фиолетовый тоже. Вау, очень красиво. Слушайте, ну это реально прям очень красиво выглядит. И слайм уже становится таким упругим, пожестче и антистрессным. Но это еще не все, поэтому я думаю, что много сюда крошки понадобится реально. Засыпаю всю розовую, что у меня тут есть. Немного остается на банке, но она почему-то такая прилипшая, поэтому забьем на эту банку. Так, это вся розовая. Еще на крошечке есть тоже прилипшая. Почему крошка прилипает к этой банке, я не понимаю. Мне кажется, что такими темпами мы можем превратить этот слайм в клауд из крошки печенья сделанной. Так, ну давайте досыпем всю голубую. Вот тут не прилипла, в чем прикол. Это странно. Очень хрустящий и очень приятный. Плюс, знаете, он вообще не колется, то есть он такой мягенький. Ну то есть колется, но совсем немного. И последнее фиолетовое. Как раз я нужное количество слайма, мне кажется, взяла прям идеальное, чтобы получился такой кранчи из крошки. Вау, очень красиво выглядит. Давайте сейчас сделаем розочку и похрустим этим слаймом. Он, конечно, хрустит не так громко, как хрустел слайм с пенопластовыми шариками, но это тоже заслуживает, я считаю, вашего лайка. Потому что слайм, во-первых, очень красивый получился, прям реально. Реально-нереально. Вот, также он очень приятный на ощупь, но это получает, знаете ли, такой дорогой слайм. Потому что крошка печенья не самая дешевая добавка, как, например, шарики. Да и по объему он не сильно увеличился, но очень классный получился. Да, ребят, вот такое видео у нас с вами получилось. Хруст этого слайма просто шедевральный. Я очень рада, что сняла для вас такое видео, потому что кранчи слайм реально крутой. И советую вам всем сделать такой. Ну, к примеру, закажите шарики на Алиэкспрессе, например. Потому что на Алиэкспрессе они, наверное, самые дешевые. Вот, найдите прям самый-самый дешевый вариант, потому что сюда подойдут абсолютно любые шарики. И сделайте прям вот такой большой себе слайм и кайфуйте. Конечно, с Алиэкспресса вам придется подождать, но это того стоит. Все равно, правильно же, когда-нибудь они придут, если посылка не потеряется. Ну что ж, на этом данное видео подходит к концу. И я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте его обязательно оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если ты до сих пор не подписан. Также не забывай, что есть в других соцсетях лайки и инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. Знаете, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok